итак друзья всем привет купил я себе бетономешалку форте на 125 литров также есть ванны и на 140 160 на 180 ну на 180 я думал на 180 брать ну взял пока так у потому что мне для бетона колотить бетон в сарай пойдет ця а на корма чтоб корма колотить не знаю лицо буду использовать или просто потом в будущем куплю больше на 180 литров для кормов получил скажу получи выгрузки киши с машины сейчас буду собирать так руль у нас идет я просто покажу вам пару пару моменте вики надо что саби так уж сама буду покупать что надо сразу делать при сборке и на будущее там пару лайфхаков так сказать я на работу на он за все время моей работы на стройках разными робил и сами соби сами по себе эти форты они непогано себе зарекомендували мы настройки использовали грубо говоря убивали их грузили но лишь заказчика были поэтому никто не жаляв и вони со строя не выхода вот работают уже хорошо поэтому я иду дома такую взял колесика колеса хорошие крепких резиновых обоимой д ну типа шина резинового и таким ну мощный колеса на их пластмасса то что есть такая китайская что ломается на этих фортовских более менее по самой бетономешалки я и купил у нас в новой водолаге купили за 4000 гривен но я знаю что можно ехать в харьков и купить за 3500 но я в харьков не ставь ехать мне все равно машину потом заправлять туда ехать и короче кейна ты выйдет а тут без головняка взял и все вот у нас паспорт на ней но такая воно сборном выйди буду но всех не выйдет на 125 140 180 и 160 ну такая низенько есть их короче вот и 6 вариантов как на паспорте указано мы взяли 125 самую маленькую ну мне спешить никуда чтоб их допустим ей там прям нагружать перегружать для дома если все тем более ухаживать она нормально бетономешалка пойдет так как у нас это болтики гаечки на каждый узел отдельный тут кулечек и d и что у нас тут а тут а вот сейчас будем вытягивать тяжело так просто так это нижняя часть у нас нижняя часть мешалочкой вообще толстый металл это хорошие что двадцать пяткой ну вот это корма по себе так у нас эти венчики фиксатор колеса на переворот резиновая прокладочка она предназначена вот сюда и вкладывать и вот сюда грубо говоря она крепится но дело в том что она тут так всегда пить текая если его просто так забрать хорошо зажать есть вариант что но будут потек и потек и воды но с растворами буду пить текать поэтому сразу если вы покупаете новую садить прокладку с двух сторон на герметик и забудете проблему и страшный сон так и сам две эти две эти получается на тебе на 100 ватках 550 ватт а на 100 60 как и 100 80 как 800 ватт а 140 по моему если я нашибаюсь 600 ватт и сам двигатель непосредственно миски с барабана 125 литров барабана 26 и 6 оборотов в минуту потужник 550 ватт вес 42 килограмма напруга живания 220 ну тут указано это она должна стоять на римном и так дальше и тому подобное вот кнопка включения выключения сейчас кстати надо и проверить сразу роба дверь ну и все бишь такой ничего не будем сейчас и и собирать соберу потом расскажу подробно что еще надо делать чтобы она долго проработала у вас друзья маленькая у нас м у есть так в у в он в в в Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» запуск попробуем ну вот друзья если б я ролики допустим а тут об не петянув бы а так более-менее проработает а буду нормально все отлично так теперь шума и болт чуть-чуть попустим потому что ручку тяжело я сильно задавил тяжело и нагинать попустим чуть-чуть холосту проработает как раз шайбочку мы убрали как раз хорошо что мы тут убрали шайбу сейчас оттуда герметиком проработаю все чтоб сюда грязь не забывала и грубо говоря готова к использованию выключаем выключаем еще одна кто не знает скажу может кому и поможет венец и отсю шестеренку смазывать нельзя ни в коем случае вот так носок уха и работы после работы вымыть хорошо и пальцы туда самое главное не сунуть после работы хорошо венец вымывать все вымывать саму бетонную мешалку вымыть и буду вам служить долго и хорошо сильно не перегружайте лучше лишний раз підколотить ну ты именно по сто двадцать пятки по сто восьмидесятки но там тоже сильный грузить нежелательно и там тяжело и вручную переворачивать оцим рулем высыпать поэтому пока взяли таку а чисто для комбикорма может возьму и більшу чтоб комбикорм колотить мешать корм порося там слиням то возьму більшу а це именно на сарай я и спишу на сарай и тоже добавлю приплюсую на новый сарай и там они еще загороды старом сарае надо заливать ну все вот а так думаю все вам рассказал показал тут а смазывайте или раскручите садить на герметик тарелку раз венец и саму шестерню никого никого не смазывайте все время сухо вымыто на гермет садить две половины груши на герметик полюбасику потому что будет сто пудов потекать ну и сами лопастя я думаю понятно их ставить давайте я сейчас разверну на на свет сына конечно я пить зажав сейчас попущу ну вот фортовского на более-менее так а и металл стенки и колеса таких надежней пойдет цены наша башки цес сам дома робить грубо говоря если нормально относится она будет нормально служить да я не спорю салдеповска супер пупер конечно сто процентів советска надежно ну и самый погано лопастя вот таким образом то есть по направлению получается ну так сейчас тиши 2 зажму болта но эти уже зажавную щепа поджимаю пройдусь и саму грушу все пройдусь обижму а все отлично Субтитры сделал DimaTorzok